Минерализованная полоса как верное средство от распространения огня. Борьба с этим пожаром вблизи поселка Горячий Ключ длится уже несколько дней. Площадь пожара значительная. Огнем охвачено более 300 гектаров леса. Зафиксировано несколько очагов возгорания. На этом участке ангарского лесничества работает несколько бульдозеров. Трактор, по словам лесников, пожар удалось локализовать. Сейчас он не представляет опасности для жителей поселка. К слову, именно сами жители, как самые неравнодушные, оказывают посильную помощь лесникам. Рассказывают обеспокоены не на шутку. Дымом от пожара затянуло все улицы. Реки рядом нет. Особенно страшно становится по ночам. Ночью какое зарево. А ночью-то что творится? Вообще ужас. То есть, тот день, когда во второй или в третий, аж пепел летел. Вот, как говорится. Ответок. Ожидается, что к концу дня огонь будет потушен. Ситуация с лесными пожарами стабилизируется и в других районах области. Так сейчас выглядит Ольхонский район. Дым немного, но рассеялся, стало видно соседний берег. Во многом это заслуга самолета-амфибии Бе-200 ЧАЭС. За выходные с него было сброшено около 460 тонн воды. За прошедшие сутки вертолет Ми-8 МЧС России совершил 15 сливов. Сброшено более 45 тонн воды. Помимо Ольхонского напряженная ситуация в Качукском районе. В эти территории направлены дополнительные силы. Специалисты из Усть-Кута, Братска, Черемхова, Балаганска и Тайшета. Всего в борьбе с лесными пожарами в регионе задействовано почти тысячи человек. Это сотрудники лесной охраны и МЧС, десантники, арендаторы. Кроме того, для ликвидации возгораний привлекается 130 единиц техники, в том числе авиа. Информация о результатах работы поступает сюда, в региональный центр мониторинга лесных пожаров. По словам временно исполняющего обязанности руководителя агентства лесного хозяйства области Сергея Тарусюка, ситуация с пожарами становится более стабильной. Шесть вертолетов Ан-26 на патрулировании, два Ми-8 на обслуживание пожаров, один конкретно на Ольхоне, один на Качуге. По, как я уже сказал, Би-200 работает и сегодня планируется сборить использование двух самолетов с ВСУ Ил-76. Они будут использованы в Качугском районе на пожаре 52-м лесной охране. За прошедшие сутки на территории Иркутской области ликвидировано 11 лесных пожаров на общей площади более 20 тысяч гектаров. Специалисты регионального агентства лесного хозяйства уверены, до конца дня им удастся локализовать еще 12 очагов возгораний, 10 потушить. Татьяна Беретина, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.